Здравствуйте, дорогие зрители! Судя по откликам и комментариям к моим видео, я поняла, что в своей любви к выращиванию орхидей в стеклянных вазах я не одинока. Но не у всех есть возможность и время ухаживать за орхидеей без субстрата, вообще без какого-либо наполнения. Поэтому я хочу в сегодняшнем видео открыть цикл о выращивании орхидей на полугидропонике. Это не значит, что я ушла от содержания своих орхидей просто в пустых вазочках без грунта. Мне и сейчас очень нравится такая посадка. Мои растения откликаются на такое содержание. Но вот решила сделать такой эксперимент после прочитанной, услышанной информации, после своей работы над ошибками и неудачного выращивания своих растений в керамзите, когда я использовала дренажный керамзит для выращивания орхидей и получила плачевный опыт. Поэтому сегодня я хочу рассказать, как я пересаживаю свои орхидеи, не все естественно, но некоторые орхидеи экспериментальные, на полугидропонику. Я для этого приобрела четыре азиатские малышки. Две из них, которые были в очень плачевном состоянии, это одна из них. Я вчера сразу же после получения пересадила, потому что побоялась оставлять ее на ночь в том состоянии, в котором она ко мне пришла. В чем же проблема была? Значит, одна орхидея пришла с четырьмя листочками, но на каждом листочке огромные были отеки. Для меня немножечко непонятно, как могут быть отеки на листьях орхидеи летом. Но, тем не менее, об отеках на листьях я знаю только теорию, потому что никогда ранее с такой проблемой не сталкивалась. Но, естественно, читала, изучала этот вопрос, но воочию не видела таких орхидей. Так вот, там все листья были с отеками. На этой орхидее тоже был отек на вот этом листочке, только здесь был отек в виде мокрого пятна. Поэтому я сразу обрезала эту верхушку, ну не верхушку, а большую часть этого листа, чтобы вот эта мокрая гниль такая не пошла дальше по листовой пластине. Вот эти листочки два, вроде бы как, вот на этом есть небольшой отек, но он незначительный. Этот вроде бы нормально, но тургор слабенький. Посмотрим, как она будет восстанавливаться. Но зато корневая у этих двух орхидеек была замечательная. Об этом можно судить по емкости, в которую я их разместила. Я всегда выбираю вазочки, горшочки, когда выращивала в коре, исключительно по корневой. Я стараюсь не преувеличивать горшок слишком и не садить в тесный горшок, так как по моим наблюдениям орхидея не очень любит тесные горшки. Ей нужно пространство и для роста корней в том числе. Ну а вот эти две орхидейки, одна в размере 2,5, ну как для 2,5 это слоник. Возможно, просто это сортовая особенность. Это белый снег орхидея, биглиб. И вот это у нас какой-то калейдоскоп, леопард-калейдоскоп. Вот. Вот такие два растения я оставила на сегодняшнюю пересадочку. Пересадку я буду, как всегда, начинать с того, что я замочу минут на 15-20 стаканчики просто в теплой водичке. В эту водичку я ничего не добавляю, обычная вода из-под крана, просто тепленькая. Тепленькая в моем понимании это где-то 28 до 30 градусов водичка. Но сразу хочу оговориться, что у меня водопроводная вода идет достаточно хорошего качества. Если у вас водичка очень жесткая, то желательно, конечно, для полива и во время пересадки, замачивания, то использовать воду очищенную или же хотя бы отстоянную. Итак, я замачиваю в водичке эти орхидейки и вернусь потом к вам через 15 минуток. Прошло 15 минут, мох достаточно уже размок, можно извлекать попыл, малыш, извлекать из стаканчика и освобождать корни от этого субстрата. Я извлекаю очень аккуратно, бережно, ни за что не нужно дергать, просто тихонечко мы стаскиваем вот этот стаканчик. Можно немножечко взять палочкой, помочь растению подняться вверх. Вообще проще извлекается стаканчик, когда мох сухой полностью и замачивается растение уже без стаканчика. Но так как я оставляла эти растения на ночь, я вчера вечером немножечко из пульверизатора смочила мох и корни, чтобы растение как-то попроще адаптировалось. Вот немножечко приподнялись листочки, не совсем оно у меня повисло. Поэтому вот сегодня извлекаю уже после того, как вот, что у нас здесь есть. Сейчас я буду аккуратненько снимать мох с этих двух растений и покажу вам, что в результате получилось. Вот что у меня получилось, когда я сняла мох. Он не везде хорошо снимается у этой орхидеи, поэтому я после промывки корней, нему остаток субстрата. Ну и вот малышка. Здесь немножечко лучше снялся мох, но тоже есть остатки на корнях. Сейчас я пойду промою хорошенько корешочки этих орхидеек. Вымаю листочки, насколько смогу, чтобы вот следы обработки смылись. Уберу остатки мха с корней и вернусь. Вот что у меня получилось после промывки корней. Ну, начнем с малышки, с вот этой. Сейчас я возьму пилуки. В общем, вот здесь я обрезать ничего не буду. Вот этот кончик может быть чуть-чуть сухой. Я сниму вот до вот этого полома. И сниму вот этот малюсенький платочный листочек. Больше я ничего здесь делать не буду. У этой же нужно будет вот это обрезать. Вот, 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 черная. Вот эта черная вместе с основанием немножечко я обрежу сейчас. Вот. Видно? Как-то видно. Точно ли его нужно все обрезать? Да. Вот это вместе с основанием я обрезала. В принципе, больше ничего я здесь обрезать. Ага, вот этот еще нужно корешочек обрезать. Он милое здесь. Когда мыло, я вот увидела на орхидеи. Орхидеи, но это не уверенно, но чем-то оно тоже похоже на отек листьев. Вот у самого вот оно смывание. Но, сочки мокрые. И посмотрим, как оно будет себя чувствовать. Сейчас я доснимаю здесь вот такие небольшие кусочки муха. И покажу вам саму посадку. Ну, вот, я их вымыла, полностью приготовила к посадочке орхидейки. Максимально убрала мух, всю органику, которая была. Потому что в такой посадке, точно так же, как при содержании без субстрата, органика только вызывает процесс обменения. Больше ничего не приносит орхидеи. Поэтому более тщательно всегда убираем, очищаем кофе. Для этих двух орхидеек я вот приготовила две такие вазочки, в которых муж мне сделал дренажные отверстия. Вот такие. Вот эти два отверстия. В данном случае у меня вазочка высотой 20 сантиметров. И отверстия я делала на высоте 3,5 сантиметра от внутреннего дна вазы. Эти дренажные отверстия нужны для вывода углекислого газа с корней орхидеи. Потому что именно скопление углекислого газа вокруг корней растения, в нашем случае орхидеи, провоцирует неение. Итак, начну с большой. Покажу вам посадочку на примере большого. У меня, значит, есть вазочка. Есть подготовленный субстрат. В моем случае это все тот же субстрат для гидрофоники. Но думаю, что здесь можно использовать любой субстрат, который имеет способность поднимать воду. То есть, как я вот показывала в предыдущем видео, свой опыт, когда я на дно емкости наливала воду, а потом насыпала туда субстрат. И смотрела, какой из них поднимается, то есть, делается влажным вверху, а какой из них и остается мокрым только на уровне воды. Вот так мы выбираем в данном случае субстрат. По размеру, что я могу сказать, пока не из своего опыта, а из информации, которую я прочитала, что субстрат должен быть размером для полиномсисов плюс-минус один сантиметр в диаметре. Это оптимальный вариант именно для полиномсисов. Для других орхидей используются немножечко другие субстраты. Значит, я насыпаю его. Он у меня промыт уже, хорошо очищен. И теперь я его просто насыпаю немножечко выше, вот немножечко подвину, немного выше вот этих дренажных отверстий. Звук керамбита не самый приятный, но вот там, где у меня дренажные отверстия, в моем случае эти отверстия диаметром 8 сантиметров, 8 миллиметров, поэтому я размещаю более крупные гранулы для того, чтобы когда я буду промывать субстрат или же просто купать растения, чтобы мелкие гранулы не забивали мои дренажные отверстия. Вообще можно полностью весь слой более крупными гранулами засыпать. Так, возможно, будет даже и лучше, но у меня их не очень много, поэтому я вот так немножечко китрю и засыпаю их только там, где отверстия. И вот где-то одна треть емкости у меня заполнена субстратом. И теперь я смотрю, как хорошо размещается корневая моей орхидеи. Вот, она отлично размещается. Я надеюсь, что видно. Стараюсь так, чтобы отверстия были с какой-то одной стороны орхидеи, а не сбоку или где-то там под 30 градусов, чтобы мне было удобно поливать потом растения. И все пространство хорошо просыпаю гранулами, вот этими шариками своими. Немножечко он, конечно, скидится. Это естественно. Просыпать нужно не спеша, медленно, чтобы оставить минимум пустот. В данной посадке пустоты не нужны. Некоторые считают, что эти пустоты нужны для роста корней, но это не совсем так, по мнению опытных орховодов. Поэтому я стараюсь хорошо просыпать, простукивать вазочку, чтобы все камешки у меня заполнили максимальное пространство. Со всех сторон это делаю, просыпочку такую. Время отремени немножечко простукиваю. Заполняю все пространство между корешками. Вот одна орхидейка уже в домике в своем. Вот ее посадка. Немножечко видны корешки. Вот с этой стороны вообще очень сильно корешки видны. Но здесь не карман, а просто корешочки видны. Ну, вот так разместилась орхидея. В данной посадке неважно, видны, видим мы корешочки или не видим, потому что полив мы ориентируемся по влажности субстрата. О поливе я потом еще расскажу более подробно. Это вторая малышка. Вот она. Здесь стаканчик немножечко высоковат для нее, но у меня не было более низкого стакана, поэтому разместила в таком, как был. По ширине он очень хороший. Вот корешочки тоже кое-где ее видны. Может, это и неплохо, что корешки видны. Можно будет наблюдать за их ростом. Ну, вот сейчас будет первый полив. Сразу после посадки я поливаю. Для полива у меня есть вот такое нехитрое приспособление. Я его использовала, когда у меня орхидеи жили в Корее. Это было очень удобно для стока воды. Это у меня обычный 10-литровый лоточек и сеточка с кошачьего туалета, которая моей кошке абсолютно не нужна. Валялась в гараже. И вот нашла свое применение. Как я поливаю вот такие орхидеи? Первый полив, неважно, что у меня были и корни влажные, и субстрат был влажный, все равно я проливаю их обычной теплой водичкой, все той же водичкой, где-то 28-29 градусов, чтобы она была просто не холодная, не ледяная, теплая именно в понимании орхидеи. И просто полностью беру, проливаю по кругу это растение. Лишняя вода вот стекает, видно, я надеюсь, через дренажное отверстие. Ну, это я делаю все, когда орхидея стоит в лоточке в этом. Просто сейчас, чтобы вы понимали, зачем это дренажное отверстие нужно и как оно работает. не очень удобно на камеру поливать. Я просто аккуратно вообще поливаю растение по кругу, проливаю с двух сторон, выливаю где-то полтора литра воды вот на такую вазочку. Я повторюсь, ее высота 20 сантиметров, диаметра на 10 сантиметров. Вот такой, на такой объем вазы у меня уходит где-то полтора литра водички, чтобы хорошо пролить субстрат. Где-то там может быть сориночка осталась, оно тоже все выходит через дренажное отверстие. Ждать, чтобы стекла вода в таком субстрате не нужно. Единственное, что я делаю, это немножечко вот так наклоняю, чтобы, потому что водичка стоит на верхнем уровне дренажного отверстия, и чтобы водичка опустилась на низ этого отверстия и не проливалась в дальнейшем на мою полочку. Вот. И вот такой уровень воды я оставляю этой орхидеи. И вот она у меня, эту воду, у меня на данный момент в доме температура где-то 23 градуса средняя держится. И вот этот уровень воды где-то сантиметра 3 орхидея выпивает где-то за 3 дня. Потом 1-2 дня она стоит без водички, но субстрат при этом остается влажным. И потом следующий полив. Про полив с удобрением расскажу немножечко позже, когда начну их удобрять. Первые 2 полива будут у меня обычной теплой мягкой водичкой. Так что буду наблюдать за этими растениями. Также для полноты эксперимента я еще переведу свои личные орхидеи с открытой системы в такую посадку, чтобы понять, какое растение, какому растению подходит, кого можно переводить на такое содержание, в такую посадку, кого нельзя, кто как реагирует и что при этом происходит. На сегодняшний день это все. Мои растения уезжают на полочку. А вам хорошего и спокойного дня. До встречи на канале. До свидания.